Земфира Алеева моет вагон и метро уже три года. Каждое утро с 8 часов утра она вместе с напарницей наводит частоту в подвижном составе. За два часа девушки должны протереть поручни, пассажирские диваны, стекла, полы. Также им необходимо очистить воздушные фильтры, потолок, сделать уборку под пассажирскими сидениями. Убираться стараются тщательно, рассказывают напарницы, как у себя дома. После зимы очень много песка, очень много песка, реагентов. Мы их размываем, естественно, размываем все. Очень много грязи между сидушками в основном и полы отмываем. Генеральная уборка вагонов метро в электродепо Кировское проходит ежегодно перед началом нового сезона. В этом году предстоит привести в порядок более десятка составов. Для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, работники электродепо Кировское занимаются мойкой вагонов круглосуточно. Ночью удается убрать до 16 вагонов. На это время суток приходится основной объем работ. Днем порядка 12. В нашем дупо производится внешняя очистка вагона от загрязнений с применением химических средств для очистки. Кроме внешнего культурного состояния мы также производим внутреннюю очистку, мойку и дезинфекцию вагона. Внешняя уборка состоит из трех этапов – смачивания, обработка и очистка с помощью щеток. Сушка проводится под специальным навесом, который обеспечен подачей сжатого воздуха. На внешнюю мойку уходит два часа. На внутреннюю уборку всего состава из четырех вагонов – не менее двух с половиной. Особое внимание моющики обращают на элементы, с которыми контактируют пассажиры. Применяются не только обычные моющие средства, но и хлоросодержащие растворы, которые разрешены Роспотребнадзором. Они безопасны для здоровья людей и животных. В метро еще более-менее. Самый любимый вид транспорта. Потому что практично, не стоять стабильно, 10 минут, больше ждешь на платформе, и все, и поехал. С центром города 20 минут. Генеральная уборка в метро проводится не только перед летним сезоном. Осенью также сотрудники тщательно убирают вагоны и помещения метрополитена. Чтобы справиться с сезонными комплексными задачами, уходит от двух с половиной до трех недель. Напомним, что согласно санитарным правилам, дезинфекция вагонов проводится ежедневно, каждые 20 часов. Сотрудники Самарского метрополитена напоминают жителям города о необходимости поддерживать чистоту в метро и соблюдать требования регионального Роспотребнадзора. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События.